Мы, как настоящие северяне, датчане, насобирали бутылки и все. Пойдем трассу. Польша, больше всего нет, это родина именно в Попенгаге. Такой офигенный район. Посмотри, как хорошо мы смотрим сегодня на этом районе. Могли бы жить где-нибудь вот здесь, допустим. Здесь еще можно снимать, дальше там нельзя будет. Не совсем легальная деятельность происходит. Вот полиция уходит. Мы приехали смотреть на оленей. Сами олени приперли. По крайней мере, оленей какашки мы нашли. Меньше всего я ждала увидеть здесь пляж. Блин, так уже хочется домой. А у нас еще очень много пересадок. Девятый час вечера. Мы еще до дома не добрались. Кто нас подвел? Спасибо, Баня. Сведание, Свеция, Польша. Мы, как настоящие северяне, датчане, насобирали бутылки и принесли их сдавать. У нас там много раз. Это энергетик. Одна. А это пиво, наверное. Да, пиво. И вот начисляется крон и начисляется, какого-то таких банок железного. А вот эта бутылка из Швеции. Мы не знаем, пройдет она. Нет. Не идет. Наоборот. Прошло. Азар. А какая остальные? Ну, забрали. Четыре кроны. Прикольно. Все. Пойдем трасс. А, и вот на кассе можно предоставить. Как раз мы зашли в утренний нетто. Мы каждый день, наверное, 3-5 раз ходим в нетто. Не так много. Очень. Но забавная статистика, что сеть нетто есть в нескольких странах. И больше всего магазинов в Польше. Это Кабингаги на каждой остановке купают. Они реально именно в остановке в таких местах, где большое скопление людей. Ну, в Польше, я не знаю, во всей Польше, но в Лоди. В Лоди, в нашем районе их нет. Поэтому мы их не видим. В Лоди магазины 2 видят. Но, поскольку в Польше много городов, там где-то по 20-30 магазинов наберется, наверное. Ну, а Даня, наверное, поменьше. Да, немало городов, особенно крупных. В Кабингагине их много. Две сотни на целый Кабингагин. Может и больше. Ну, типа это мало. А на других городах их нет. И вот такая статистика, что Польша, больше всего нет. Это родина именно в Кабингагине. Мы сейчас идем на пристань. И возле пристани такой офигенный район. Да, единственное, что это электростанта. Но она как-то не работает даже. Электростанта. Вот электростанта, это огромнейший минус. Может, она и не работает тут же. Так это пока не работает, потом заработает. Это водичка. Не, вообще-то так классно. Мы вот тут вчера суши забирали из To Good To Go. Блин, офигенно. Вот этот дом мне очень нравится. У них так прикольно мусор выбрасывается. Такие контейнеры. Очень щитые мусор. И они все разделяют. Вообще смотрят. Прям видно, когда люди выносят мусор. Как они все смотрят, что бутылки, пластик, стекло, пищевые отходы. Чтобы это в разные контейнеры шло. И это прикольно. Сегодня так солнечно. Все эти дни был дождь. А сегодня прям солнечно. Мы не взяли зонт даже. Посмотрите, как красиво. Костры, как хорошо мы смотрим сегодня на этом районе. На этом районе. Могли бы жить где-нибудь вот здесь, допустим. С хорошим дождем. С хорошим балконом. С балконом не надо. Еще такой домик миленький. Это ресторанчик или что-то такое? Там вчера танцевали. Вообще класс. Видите, можно и на этом балкончике. Мы тут не сильно привередливы. Да, Сашка? Там классно вообще такие местечки посидеть. Когда тут ремонт сделают, тут вообще будет, наверное, настолько красиво. Вообще прикольно. Он такой маленький, это здание. Там реально ресторанчик. Сколько там людей помещают в себя? Вот этот ресторан. Тут как бар такой. Просто вчера тут так много людей тусила. На улице. Правда. Потому что нам внутри не помещаются. Вот на таком трамвайчике водном мы поплывем. Мне еще вот этот дом нравится. Красивый такой, воздушный какой-то. Они, конечно, знаете, мы подшучим, что они из вращоги. Из вращоги в плане зданий, архитектуры. Архитектура тут, конечно, очень интересная. Они тут вообще вот такую вот финтешнюшку, вот такую вот сделают. Скажу, я так вижу, продаем. И люди купят. Интересно за этим наблюдать. Тут слишком много всего современного. Тут только современно в основном. Какие-то районы. А какие-то вообще... Ну, так как мы ходим в основном не по центру. Мы вообще в центре были пару часов в первый день. Да. И ездим. Тем более мы купили проездной. И благодаря проездному мы, конечно, уже объехали все точки задние. Жупу мира, так сказать. Ну да, они все что могли. А вчера вообще, блин, под такими, вы не представляете, какие-то мосты заброшены. Ну, не заброшены, а там ремонты. Мы все это идем, обходим. Потому что кому, если не нам, это должно быть интересно. Вообще, конечно, прикольно сидеть с таким видом. Блин, ну, дом вообще роскошный. И там, видите, вот их много, этих домов. Новые постройки вдоль вот этого берега. Блин, я не... А, он отъезжает. Блин, мне почему-то кажется, что нам на нем надо. Как раз 4 минуты, он доплыл до нас. Зашли еще в один костер. И почему-то он нам напоминает зал заседаний. Например, как будто он так и выглядит. Вот алтарь, ордан. Вход на алтарь. Ну. Вот получается вход. И вот сам алтарь. Да, балконы. И вот тут вот можно сидеть. Типа открываете. И садитесь. Вагончики какие-то. Прикольно. Такого мы не видели. Но туалета тут нет, ребят. Ну, помните, вчера мы рассказывали, в каком-то костеле мы были. Там туалет был. А нет, ребят, я вас обманула. Вот этот костел. И вот туалет. Как же все-таки это удобно, когда есть туалет. И он везде. Ну, чтобы в костеле был туалет. Это, конечно, вообще. Такое я вижу впервые. Он там окна моет. Я еще думала, что эта женщина делает. Я сейчас такая присмотрелась. Реально моет окна. Она какой-то кисточкой мажет. Да, такой огромной кисточкой. А, это же мужчина. Это моя жизнь. Мужчина моет окна. Вообще класс, молодцы. Мы зашли в один из главных районов Эминска-Пендагена. Христиане, свободный город. Здесь еще можно снимать. Дальше там нельзя будет. Потому что кто знает, кто знает. Тут не совсем легальные деятельности происходят. На одной из улиц. Весь мир об этом знает. Они не скрывают. Но снимать нельзя. Потому что лица, барыг. Типа, нельзя. Ну, как бы, употребление, продажа, хранение. Наверное, все-таки тут запрещено. Поэтому, типа, нелегально. Все это дело. Но, такой райончик. Мы уже третий день ходим по Копенгагену. И в разных местах были. Но столько, сколько здесь туристов. Я еще не видела. Ну, так примерно выглядит этот район. Вообще, какие вещи. Вон, курить можно марихуану. Ну, если есть трубки там какие-то. Но тут людей, вот сами посудите, что мы вам не врем. Очень много. Вообще, кольца. Будды. Мы подошли, мы, к главной улице. И там, получается, прикрыта полицейская лента. И там полиция стоит. Как раз рейд в данный момент. А я думала, ты их вообще никогда не накрывать. Не смотрят. Ну, там, скорее всего, у них есть шпионы, которые... Ну, предупреждают. До ночи, которые уже... Полиция едет, разбегаются. Все, полиция приехала. Там никто нет. Только туристы ходят. Да, там с ума даже не пасточный сегодня. Ну. Вот знак, не снимай. Полицейская лента. И люди стоят, смотрят. У нас ждут открытия. Ждут открытия. Все, мы телефоны убрали. Смотри, реально. Три знака. Не снимают, не снимают, не снимают. Вот полиция ходит. Вот та самая улица. Наконец-то, ребята, мы дошли до Нью-Хавана. Очень красиво. Такие разноцветные домики. Куча туристов. Такие лодки клевые. Ну, классно, классно. Сейчас ближе подойдем, просмотрим, что там ярмарка или что там. Дошли мы поближе к этим домикам. Людей вы сами видите. Чему рассказывать. Я слышу русскую, я слышу. Русскую и польскую. Честно, редко я слышу ее. Только вот тут, в самом центре. Так, держи меня и по этой стороне еще поснимаю. По этой стороне не так привлекательно, конечно. Но тоже миленько. Ну, мы валим. Валим отсюда. Более спокойное место для людей. Но мы не интроверты. Ну, Саша, наверное, близко к интроверту. Сто процентный интроверт. Ну да, Саша, наверное, интроверт. Я все-таки такой, типа, 50 на 50. Фифти-фифти. Иногда мне тоже хочется быть интровертом. Это я от Саши заразилась. И так, мы пришли еще в один офигеннейший костюм. Фредерика. Фредерика. Угу. В первом. Он работает до пяти, поэтому можно войти только до пяти. И тут люди приходят, вон, садятся, смотрят, рассматривают. Это, пожалуй, единственный костюм, где мы тут видели с картинками на потолке. И с какими-то надписями. Смотрите, тут метро даже без машиниста. Прикольно будет идти. Как на карусели. Еще здесь пьем вот такой энергетик. Уже второй раз купили. Очень даже вкусненький. Кстати, недорогой вот этот именно. Большой. Да, можно заработать, сдавая свои старые банки. Ну, как бы ты выходишь в ноль, не то что заработаешь. Да, да, понятно. Потому что ты платишь на один... Ээээ... Грона. Как это? Грона. На один крон больше, а потом его тупо возвращаешь. Мы приехали смотреть на оленей. Сами олени. Приперлись. Ой, такая станция. Как классно, что в наш проездной... Блин, только станция как красивая. Классно, что в наш проездной входит. И все. Среди поезда обрисованы. Четыре зоны. Да. Конечно, как раз четвертая зона. Вот. То есть дальше нам ехать уже нельзя. Ну, тут нет проверяющих. Ну, по крайней мере, мы не видели, но тут такие штрафы, что лучше заплатить. Мы в Бакен парке для малышей. Покажи, как ты показал. Для нужного вертушка. А, такую вертушку. Тут для маленьких детей аттракционы. Нет, не только для маленьких. А, если для взрослых? Там прикольные у нас самолеты. А-а-а. Прям 100 фортов. Ну да. Но мы сюда приехали не за этим. Ну да, это просто парк, совмещенный с лесом таким. И мы хотим сюда... Мы приехали, чтобы посмотреть на оленей. На маленьких. Мы уже говорили, но вот еще раз. Вот еще раз сказали. Пойдем. Смотрите, какие крутые... Блин, вот из-за этого дерева эти аттракционы... Вот еще тут можно управлять. Крыльями, в смысле, управлять. Вообще, в моем детстве... Плешь, вагончики. В моем детстве ничего подобного не было. Ну, тут как бы уже считается это олдскульно. Ну, кто мы такие? Мы-то видели олдскул. Могилев мой. Классно, что ты сам управляешь своим поворотом. А, ты сам управляешь своим поворотом. Благодаря крыльям. Офигеть. Офигеть. А сколько стоит? Я тоже хочу управляться. Офигенно. Блин, вы смотрите, как их шатает. Вон, вообще здорово. Я первый раз вижу, что такое аттракцион. Класс. Там, конечно, можно супер управлять. Вот этот еще аттракцион клевый. Я, конечно, человек с такими, знаете, олдскульными аттракционами еще жил. У меня в Могилеве такие смешные аттракционы были. А тут просто разнообразие всего. Я им завидую, если честно. Конечно, мы уже взрослые. Мы накатались на очень классных аттракционах с Ашкой. Но эти тоже. Но эти тоже клевые. Ммм. Клевые. Смотрите. Вот такие, например, деревянные классные. Вот эти вообще такие скоростные. Вообще офигенно. Мы прем. Идем. Бредем. Бредем. Уже, не знаю, минут 15-20 идем. Еще нет. Ищем оленей. Видим только кормушку. А самих? Да, слезняка. Как какашка Чупина. Такая же. Но самих оленей нету. Но не знаю, сколько нам еще идти. Они могут за руку прячься. Супер, спасибо, что мне это сказал. Смысл тогда идти? Ну, кстати, не такая же и жара. Могут и выглянуть в окошко. Истинетки, блин. Да. Но они могут быть, блин, где угодно. Телекория тут большая. Да. Они могут специально думать. Бля, опять эти людишки. Ходят, смотрят на нас. Олени не увидели, но увидели кормушку. Это очевиднее. Да, она пустая, ничего нет. Какая смысл тоже этой кормушки? Ну, она холодная уже, на этой крови нет. Ну, идем дальше. Нет, это был бы какой-нибудь жагон. Ну, хоть что-нибудь. У них просто самостоятельно ходят, блин. И люди, как олени. Ходят, пытаются их найти. Мы все идем, 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 идем. Никого не видим. Мы уже забрались наверх. Типа, ну, может, наверху их увидим где-нибудь, а то их нет, ребят. Получается, что мы шли-шли, но мы где-то около часа идем. Ну, может, минут сорок. Так, блин, два часа мы шли до морского ока. Или два с половиной. Да. Ну, так там хотя бы приз был в конце. А тут ты идешь без приза в конце. Ну, понимаете, что-то их может не быть. Тем более, тут есть такие вот тропинки. А дальше лес. Они могут быть в глубине леса. Короче, где угодно. Тут, короче, чисто на везение. Ну что, какое принимаем решение? Еще идем. Идем еще немножко. Давай еще немножко, и потом возвращаемся. Потому что назад идти столько же. А хотелось бы... До какой станции? До какой станции? А, отсюда полчаса? Да. А, то есть не через аттракционы? Уже нет. А, я думала через... Можно и там. А, ну ясно, Окси. Ну, типа, даем еще около часика. Да, и пойдем. Иначе мы больше ничего не успеем здесь. А сегодня последний день. К сожалению или к счастью. Там у нас чубсик ждет. Забрались сюда. Женщина идет грустная. Наверное, ничего никого не увидела. Но другой дороги нет. Пошли туда. Конечно, может, первое зелье. Да какой зелье? По какашкам? Сашка. Не, пошли по дороге. По крайней мере, оленей какашки мы нашли. Если не нашли оленей, Довольно свежие. Какашки. Они тут бывают. Да. Мы, конечно, безунчики. Мы шли-шли, не теряли надежды. Во-первых, мы увидели это здание и подумали, О, красиво. Пошли хотя бы сюда. Типа, не с пустыми руками уходить. И, представляете, вышли. И вот что видим. Много-много оленей. И идем туда, в ту сторону. Будем хоть так их увидеть. Ради них. Все затевалось. Пошли быстрее, пока не убежали. Ребят, мы просто максимально к ним близко. Но, к сожалению, они уже встают и уходят. Они были еще ближе на лютин. Да, потому что нас тут много. И, конечно, мы их смотрим. Но всем интересно. Все шли ради них. Они, видите, встают и уходят. Но, блин, я так рада, что мы их увидели. Потому что мы уже шли. Ну, ладно, минут 45 мы шли. Блин, куда вы встаете? Хоть пошли ближе. Тут так поснимаем, а их не это. Не увидим только. Все, счастливые. Едим булочки, Саша. Счастливые, что увидели оленей. Идем на станцию. Ехать в город. Ура, мы дошли. Мы шли сюда 45 минут после оленей. Наконец-то мы дошли. Тут где-то станция. Еще поедем. И море. И море. Станция. Море. Вот даже видно вдалеке. Видно? Это море. Ребят, мы, помимо оленей... Что еще можно ожидать от Копенгайга? Оленей мы уже видели. Да. В 7 минутах. В полчась оленей. Не в полчась, мы больше шли. Ну, олени могут быть в разных частях. Ну, логично. Ну, конкретно мы шли дольше, ребят. Короче, мы увидели море, пляж. Море, видимо, холодное. Никто не плавает в нем. Никого нету. Но это нереально красиво вообще. Супер. И оно все такого цвета. И видна Швеция. Еще покажу. Вот там мост виден. Короче, Мальма. Ну, вот меньше всего я ожидала увидеть здесь пляж. У нас такая разнообразная поездка получилась. Мы столько всего видели благодаря нашим проездным. Берите проездные. Если у вас нет машины, то проездные, конечно, берите. Это топ. Можно столько всего увидеть. Оленей, море. Сами как олени ходили. Везде. Мы, конечно, торопимся на поезд вернуться в город. Но я не смогла не подойти сюда и не поснимать поближе. Вон люди, в основном дети, стараются поплавать. Ну, дети, они лягушата. Ну, я, конечно, не останавливаюсь вообще. Тут в этом видео мало мы рассказываем про велики. Но вы должны понимать, что здесь невероятное количество. Просто об этом, если рассказывать, то весь ролик уйдет. Тут все для великов. Тут отдельные дорожки для пешеходов, для великов с двух сторон. Ну, я имею в виду вправо-влево, если уехать, для великов. И везде. Ну, пешеходам меньше привилегий, чем у вас, конечно, местные. И вот так вот. Ну, на велики здесь классно, конечно, было бы. Но мы все пешеходам. Теперь мы, конечно, в таком красивучем парке. Вот такой огромный. Тут очень-очень много людей. Тут такой замок. Он закрыт. Он всегда закрыт, Саша? Да, до пяти. А, до пяти. Ну, что, есть там следующая точка? Пойдем. Всегда есть. Бесконечное количество. Вот такая круглая башня. Вход платный. Туда мы не пойдем, местный пень. Пошли дальше. По этой улочке очень красивые домики. Да, Сашок? В каком-то немецком стиле. Когда такие балки. Мы в магазине Ляга. Тут, конечно, много чего. Но он не такой большой. Ну, и здесь для фанатов Лего. А мы, ну, не такие. Мне, конечно, вообще не заходят. Ну, тут вон все что угодно можно. Да. Замок. Ну, неплохо. И вот еще какие-то самолеты, машины. Ой, я не знаю, утонуть в этом Лего можно. Ну, вот и все. Сегодня последний наш день в Копенгагене. Мы домой к Чупсику. Мы уже соскучились. Я уже видела, смотрю с ним. Ну, и Сашки смотрит. Как он там без нас? Надо вечером его приедем забирать. Мы на вокзале. Мы в тот раз были на вокзале, но в сам вокзал не заходили. У нас есть 40 минут до отправления на автобусе. Поэтому решили еще посмотреть сам вокзал, как он выглядит. Вот такой красивенный, в таком классном здании. Что вот лично мы заметили, проведя здесь вот сколько там, 3-4 дня, что они практически не курят на улице. Ну, редко. Очень встречаешь редко. Они... Это тут можно, да. Потом очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень много велосипедистов. Велосипеды тут везде. Дорожки для велосипедов тут тоже везде. Еще что, они практически не едят на улицу. Ну, редко. Знаешь, когда едешь, бутер там какой-нибудь схомячишь. В Франции очень много таких случаев, а здесь мало. Да. Ну, и еще мне кажется, что тут... Мне не кажется, а вот то, что мы видели. Архитектура. От старых зданий, таких вот древних, до новых. Новых прям достроек очень много. И они совершенно разные. Каждый год появляются новые, более странные. Вот. Еще тут классно есть где погулять. Тут возле воды можно гулять, сам город можно, куча парков разнообразных. Прочти все бесплатно. Только вот парк в Диволе, платный вход. Не наш вариант. Ну, да. Ну, и последнее, что мне вообще прям понравилось больше всего, это общественные бесплатные туалеты. И не такие биотуалеты, а прям классные, какие-то здания, как они находятся, либо вообще в костелах, как вы показывали, что очень, ну, вообще для путешествий, да не только для путешествий, но и для самих людей. Город-то большой. Ну, все хотят, кто не видит. Это обычная потребность человека. Поэтому мне это тоже очень понравилось. Это мы видели, наверное, первый раз. Вот настолько доступные. И их так много. Только вот в Копенгагене, да? Ну, и зашли внутрь. И офигенный вообще вокзал. Такой классный, такой старинный. Все сохранилось. Классный вообще потолок. Это, знаешь, когда я читала «Унесенное ветром», вот я представляла, когда это в детстве было, уже тысячи лет назад, я представляла именно такой, почему-то вот станцию такую, железнодорожную. Я ее такой представляла. А какая она была на самом деле, я не знаю. И еще, что я заметила, и очень удивилась, что здесь очень мало старбаксов. Хотя старбаксы-то... Не, ну, один мы видели. Один мы видели, да. Но обычно они везде, особенно в таких, типа в центре, или где-то на вокзале, в аэропорту. Короче, вы понимаете, о чем я говорю, но тут вот нет. А нет, мы вас дезинформировали. Вот старбакс. Их мало. Ну да, их действительно мало, но он есть, все-таки есть. Но, как мы говорили, они есть, но редко встречаются. Есть автоматы, где можно купить билеты. Ну и, наверное, где-то кассы тоже есть, но мы их уже как бы не видим. Да? Мы здесь покатались на поездах вообще, на общественном транспорте. Вообще проездили только так. Как, что скажешь по общественном транспорте? Бывало и лучше? Ну, мне кажется, очень классно. Они приезжают. Да. Знаете, что мне... Масло были постарше. Да. А так четкость была такая же. Едем тоже четкость. На транспортном транспорте не было. Угу. Ну, тут как бы и метро классное. И только... Паромчики вообще офигенные. Только, знаете, еще одна... На поезде, вот, в котором я... Только я не поняла, это поезд, метро, там нет туалета. Вот в этом поезде. Что минус? На пароме. На пароме тоже не было туалета. Ну вот. Козырное место. Козырное... Во-первых, мы реально в козырное место. Нам так повезло. Мы уже едем в Манна. И там у нас в аэропорке. И у нас рейс перенесли на 40 минут вперед. То есть, короче, мы... Ну, нам, мы должны все равно все успеть. Бежите за нас крестики. Конечно, когда вы будете держать за нас крестики, мы уже будем дома. Но вы можете тогда не крестики держать, а оставить нам лайк. Это мы едем в Мальбе. Так красиво вообще. На берегу. Корабли вам там, да? Офигенно пришло. Офигенно. А дальше дорога просто еще круче. Офигенно. Такие волны. Супер. Вон там ветринные мельницы. Их так много. Мельницы. Ах, там. Саша говорит, не мельницы. Ну, ветрянки. Ветрянки. Вы поняли. А почему он не похож на мельницы? Мельницы. Ну, штанцы. Правда. Одна поэтажа. Подъезжаем в Мальбю. Это Швейция. И судить с этого ракурса, вы, конечно, не видите, там еще Швейц. Но Мальбю. Очень светучий, как это еще инорелка. Мы уже в аэропорту. Ну, точнее, мы не заходим в самый аэропорт, мы на улице. Потому что нам еще ждать 3 часа. А это все-таки очень долго. Мы решили побыть на свежем воздухе. Посмотреть на красивую. Да, картинку. На картинку. Но заодно, может, похомячить чего-нибудь. Ну, нам реально... Аэропорт очень маленький, я вам показывала. Он реально очень маленький. Ну, там 3 часа. 3 часа, Таня, что делать? Хотя бы... Ну, короче, минут. Сколько-то там посидим. И пойдем. Потом, блин. Так уже хочется домой. А у нас еще очень много пересадок. У нас еще... Мало того, что мы прилетаем в Варшаву, с Варшавы нам нужно... С аэропорта Варшавы нам нужно доехать до поезда на Лодь. Оттуда, с Лоди. Когда мы уже будем на вокзале, нам нужно ехать за Чупи и с одной пересадкой. Потом от Чупи нам нужно ехать домой. И только в часов 10, ну, 9-9.30 мы будем дома. Комас. Ребят, ну, ничего не может вот так вот быть блистательно, понимаете? Сейчас уже 9-й час вечера. Мы еще до дома не добрались, потому что нам нужно еще забрать Чупи. И кто нас подвел? Спасибо. Не Дания, не Швеция, Польша. Польша, значит, тут не опоздал, как это, немножко задержали наш самолет. Мы приехали позже. Взяли такси, чтобы успеть на свой поезд. Мы приехали поезд, поезд опоздал. Хорошо. Неожиданность. Неожиданность, да. Короче, пофигу, опоздал, опоздал, думаю. Должны успеть. Выходим уже тут в Лоди. Бегом. Бегом выбегаем. На табло написано, через 2 минуты будет наш автобус, который везет идеально до Чупи. С пересадкой. Ну, идеально все совпадало. Смотрим, оно взяло и пропало с табло. Мы стояли 2-3 минуты, ждали, думали, опаздывает автобус. Потом просто взяли и сняли наш автобус. Просто так, без предупреждения. А теперь, и мы, короче, бежали-бежали. Бежали, садим, ждем. И в итоге мы опаздываем за Чупи на полчаса. Злые мы. Саша, ты злой? Ну, нам даже разговаривать неохота. Короче, мы злые, уставшие. Такие дела. Вы видите, какая темнота на улице? Мы только сейчас мокрые, уставшие. Еще 28 градусов тепла. Чупик, привет. Ну, уже забрали. Его стоим на остановке, ждем трамвая. Говорят, копал там что-то, ямы какие-то во дворе. Пропонуем, говорит, его помыть. Ну, ладно, помоем. Мы и так собирались себя помыть. Грызнулька. Мы уже дома, как второй день после нашего отпуска. Не считаю, там полчаса, когда мы ночью вернулись. Угу, мы реально вернулись ночью. Мы такие устаршие. То есть не считаем. то, если это что-то первое, не знаю. Ну, короче, вы поняли, что вы еще до сих пор не отдохнули. Мы проснулись в один час вместе с Чупик. У Чупик тоже стрессик. И он до сих пор спит. Ну, типа, мы сходили погулять, и все, и после этого он спит. Мы, как всегда, хотим подвести итоги и рассказать, во сколько нам обошелся наш мини-отпуск. Лей? Давайте, короче, расскажу. Ну, по сути, ну, пять дней. И мы, в принципе, в наших пределах, как всегда обошлись. 510 евро за все. Ну, не за все, за все прям. Не считая доезд до аэропорта, ну, то есть, считая доезд на поезде, но не считая там уже трамвай, такси, кстати, я не посчитал. Подситры, не считая. Ну, само путешествие. Ну, пусть будет там 520-530. Ну, если добавить там билеты на трамвай, на такси, ну. Ну, это мы уже такие мелочные. Само, да, путешествие. Ну, и сюда входит билет на самолет, поезда, трансферы там в Европе, жилье. Ну, у нас завтраком был, мы показывали. Завтрак так себе, ребята. Ну, ну, какой был, зато он был. Все равно этот отель завтраком дешевле комнаты на Органбии. Тем более, отель назвали в честь наших имен. А-энд-о, понимаете? Как мы могли туда не уехать? Мы, тем более, вообще постоянно там. 30 раз уже там живем. Потом проездные. И в основном все, где мы ходили, это все бесплатно. Ну, не в основном, а так и было. Кроме проездных. А все в основном... На туалеты 0 потратили. На туалеты вообще 0. Самая лучшая страна с туалетами. Да, ну, мы мало чего покупали. Не, покупали больше, чем обычно. А, ну, еду мы, конечно, покупали, да. А вот с собой привезли мало, меньше, чем обычно, наверное. Ну, почему-то мы как бы решили для себя, что шоколад мы привозить не будем, потому что у нас еще лежит из Франции. Представляете, когда мы там были во Франции, он до сих пор еще лежит, две пачки. Потом, все-таки, цены там немного дороже. Много. Я имела в виду, немного дороже, чем Франция, как в Польше. Вот. И, ну, мы что-то там купили, успели, что купили, то купили. Мы купили вот такой Санта-Морино. Санта-Морино, да. Купили, смотрите, приправа классно. Мне так понравилось привозить всякие приправы с Европы, не знаю. Кажется, что это классная фишка, хотя, ну, не то, что фишка, все равно везде одна и та же приправа. Она прикольная. Но она прикольная, мы решили взять. Потом привезли вот такой чай. Он был, кстати, на скидке. А, это тоже было на скидке. Мы привезли чай, он такой прикольный. Откроешь? Ну, мы за него заплатили. Пока что полная цена, но нам должны сделать возврат. Смотрите, такой вот сено какой-то. Ну, пахнет невероятно. Тут 60% чай черный, какой-то, наверное, лемонграсс, еще там все, лемонграсс, цитроновые штуки. Прикольно. Пахнет супер. Пахнет супер вообще. Потом, а, что там с ним? Мы, получается, купили его на скидке, но нам неправильно посчитали. На кассе закосячили. Мы сказали, что мы планировали купить ее за меньшую сумму, потому что была написана скидка, ой, извините, типа, мы сделаем вам возврат, и возврата сих пор не пришла. Поплачите полную сумму, потому что они не могли отменить уже в чеке. Ну, это бред. И потом, типа, возврат на ту же карту. Ну, нам из-за того, что это революта, он так медленно обрабатывает. Просто уже 3 дня прошло, и ничего нет. Ну, и еще, мы привезли, это уже из Швеции. Вот это была Дания, а вот это из Швеции, мы такие вкусняшки что-то решили взять. И тоже такой чай. Ну, вот этот чай более химозный, но он прикольный. Мне он понравился. Он тут с карамелькой написано. Ну, это все. В итоге, 510, 530 евро мы заплатили за все. Вот такое было классное путешествие. И в принципе, 100 евро в день тоже реально. Вот так-то.